Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я работаю оленеводом в ОКМНС с стадией номер 7 уже 6 лет. Да, всего 6 лет уже работаю. За эти 6 лет работ в стаде мне очень нравится. Здесь работать. С детства я выросла в лесу с родителями. Родители тоже были оленеводами, поэтому меня тянет в лес сильно. В тайгу. Сюда я приехала в 2014, в конце 2014 года. Просто к маме на один месяц приехала. Потом до Нового года приехала и осталась. В 2015, в марте, меня начали таскать везде с собой. Алик начал таскать. Ну, за место папы. За место отчима. Он же болеет, инвалид. У него нога болит. И за место него он начал меня таскать везде, всюду. И так я осталась здесь работой. В сентябре 2015 года меня взяли на работу уже токнули. 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 Уже взяли, да. Сперва я работала 3 месяца, были токнули. По договору. Потом в сентябре меня уже взяли на постоянную работу оленеводами. Сразу очередь. А в пену, наверное. Аккуратней в пену не попади. Женщина со стволом, это обезьяна с гранатой, все равно. Ханек, на сотку ставишь, да, парси? С 50 метров. Как не попадаешь с 50 метров ялки? Барану, не, надо посмотреть. Ага, иди посмотри, попадаешь же. Ну, сперва, когда буранов не было, да, было трудно. Нужно было постоянно за рабочими оленями ходить. Нужно было их искать, найти, потом еще их учить нужно было. Чтобы они, ну, молодых нужно учить. Там сперва, да, конечно, были трудности у меня с оленями. Потом уже как-то все начало само собой улаживаться. Все начало привыкать ко всему. И потом в конце уже даже сама начала одна ездить на оленях. Куда-нибудь охотиться, соболить начала. Потом сама уже, ну, соболить, с собакой соболить я уже пешком ходила. Иногда только на оленях, на беретчете, на передовике, ну, на этом, короче, на беретчете. Первая добыча у меня была соболь. Я в него выстрелила, ой, выстрелила из дробовика. А то собака загнала. А то собака тоже училась на соболе. И мы его загнали кое-как на дерево. Я выстрелила в него из дробовика. Я думала, что от него ничего не останется. И у него, как сказать, в него попала лишь одна дробинка. И прямо в лоб, посередине лба. Удивилась, как так. И он там всю ламбаранкур, бутем, терите. А мне сапсала, и он берет дробинка, сюська, так вот. Домой пришла, Алику показала. Он мне сказал, ну нифига ты снайпер. Даже мужики так не стреляют, сказал. Он там уже начала сама постоянно ходить на соболе. Я смотрела, как он все это делает. Потом мне захотелось самой пойти. У меня даже где-то фотки есть. А, битывала один раз, когда я, ну, Алик уехал на, блин, на ночевку. На несколько дней уехали. И оставили меня тоже с оленями дома. И я пошла капкан смотреть. Я ружье не взяла с собой. Она пошла, собаку отвязала с собакой и пошла. И на обратном пути у меня собака залаяла соболя. И, короче говоря, пошла, посмотрела. У меня был с собой топор в рюкзаке и капканы. И топор такой маленький был. И таким топором я начала дерево рубить. Ну, я думала, что если я дерево срублю, дерево упадет и собака поймает соболя. И потом, короче, срубила я кое-как это дерево. Весь день рубила. Короче, и так соболь ушел. Дерево упало, соболь спрыгнул. Собака не догнала. Иду такая еще домой. Антон пришла домой. Все за мной приехали эти. Алик приехал. Алик спрашивает. На дороге дерево лежит. Говорит. Нет, я просто дерево срубила. Соболь убежал. Он смеется такой. Ну, сперва отругался за то, что я ружье с собой никогда не беру. Почему с собой ружье не таскаешь? Вот он... Алик. Алик. Хлеб будешь с маслом? Шоколад. Высококалорийный. Сладкий чай хочешь? Уххххххх... Ой, там так было. Колбасу с сыром. И пол булки хлеба. Алик. Я не буду. Ой, аэппонский айфон. Справа. Святый аппетит. Газыбучие пески Сами себе готовят, если себя с собой не возьмут Что мне интересно? Мне интересно смотреть, ездить везде с ними Испытывать новые ощущения Адреналин И вот этот нюр был жестким Он не хочет Например, кулы Адреналин Адреналин Он не хочет Как никто не хочет В наиболее Большое пол feared Савел Академия Я говорю о чем ты, когда люди собираются для восхищения, что они умирают. Я говорю о других влах, что люди собираются. Я знаю, что они собираются на свинке, и они собираются на свинке, и каждый человек не может пересечь носу. Я их собираюсь в доме. В иблении собираются как кормить ребенка. Во время отеля в день Один день я поехала с ними посмотреть на оленей. И мы нашли олененка, только что родившегося. Это не только что, но ему было, наверное, день или сколько. Я там возле него, Алик меня оставил возле него. Сказал, чтобы я посмотрела, если возле него мать придет ли, или она его бросила, или ее убили. Вот так. Потом я там простояла, наверное, он меня оставил, полчаса простояла, никакой матки, никакая матка не подошла. Но я сказала Алику, что нету никакой матки. Он пришел, я сказала, давай заберем его. Она как раз взяла, мы еще с собой одеяло, что найдем олененка. Мы взяли олененка. Антон, на завтра мне сказали, что какая-то матка мертвая там, ну, уже задранная лежит. На завтра нашли мертвую матку, мы подумали, что это его мать. Антон, ну, я его привезла, начала. Бастан, то он просто сухим молоком кормила. Есть же сопья крема. Испятый этот бастан, Антон, то молоко Татарапак привезли. И начала его я таким кормить. Он уже, хаир это били, а чек-та, вот болон жестко, герете. Ну, голодный, он был голодным. И пил хорошо это молоко. Даже сухое, нормально пил. И мы так восемь дней в палатке вместе с этим, с ними, с Аликом, с Боню, им прожили. Он еще на кровати спал олененок с нами вместе. Антон, да, первые два-три дня он со мной на кровати спал. Ну, с нами, с Аликом. Потом Алик начал нервничать, потому что он ночью мешал ему спать. Ходил по нему и только писал на этот, ну, на одеяло писал. Антон, мы его на этот, а так пуду ертальгайв пить. Кенеха бейте, гер биле, сухая мара мэт. Спальня, гер тальгайв пить, он нобей, тот ербол бутэта. Уже билер, это, ханан, балака, ханан, керавин, канды, туранахыры, нэн, баркин билер, это. Антон нас привезли сюда домой, в земник. Сами там остались еще. Охотится. Бастан, хаддэр, тох, это, санилаха, инхоус, это, биле, сюракалир, манекхир, это. Антон, хад, хаям, барбутэн, улам, барбутэн, кэнна, хайир, это. Лабукта, хумая, нагатор, это, вот, ягель собирала сама и кормила, вот, начинала понемножечку ягель давать. Ну, он кушал чуть-чуть, немножко. Антон, хаддэр, хаддэр. Молоком, чтобы покормить. Антон, через 2-3 дня уже оленя начали приходить, и мы начали специально доить для него молоко, кормить молоком оленя. И вот он так чуть-чуть вырос, но он все равно меньше других оленят. Вот мой отец, который вырастил меня с 4-го класса. С 4-го класса они начали жить с моей матерью, Стручков Петр Петрович. С 4-го класса они начали жить с моей матерью, Стручков Петр Петрович.